Друзья, всем привет из Москвы! Мы сейчас находимся в Московском институте психоанализа в аудитории имени Рубинштейна. С легендарным Тахиром Иисуповичем Базаровым, доктором психологических наук, профессором МГУ, научным руководителем Московской школы практической психологии при Московском институте психоанализа. Все, я все сказала. Тахир Иисупович, рада вас видеть в Москве. Взаимно. Очень приятно. Для меня каждая встреча с вами очень важна, очень цена, потому что вы для меня мэтр психологии. Ну, удивительно, что это взаимно очень. Да? Да. Но для меня это бесценно. Тахир Иисупович, ну мы с вами сейчас находимся в центре самых крутых психологов, да? То есть, если хочешь быть психологом, нужно поступать именно сюда. Ну, желательно, да. Смотря, смотрите, о чем идет речь. Вот если мы говорим про базовое образование психологическое, мне кажется, что несмотря ни на что, базовое образование надо начинать сразу после школы. Сразу после школы? Да. Да. Потому что психология – это же такая наука между, между естественно-научными, гуманитарными предметами. И тут очень важно поймать вот эту естественно-научную сторону. И это хорошо удается как раз очень молодым людям, которые еще не затуманены какими-то своими жесткими рамками, представлениями, стереотипами. Понимаете? И вот если говорить о базовом образовании, но при этом ведь мы с вами знаем прекрасно, что есть люди, которые, ну, практические психологи, они просто по жизни психологи. В хорошем смысле, в правильном смысле этого слова. Но они выбрали инженерную специальность, я не знаю, журналистику, филологию. И потом в какой-то момент вдруг у них, там, годам к 30, и вдруг возникает потребность разобраться в себе, разобраться в людях. И какой-то интерес к психологии. И тогда я это называю профессиональной ресоциализацией. То есть обретение нового профессионального видения, новой картины мира. И вот эти люди, ну, конечно, надо идти в Московский институт психоанализа, идти вот именно в те места, где дают возможность понятно, легко, качественно, здесь очень важный момент, качественно, потому что качество подготовки психолога, это еще и прежде всего этический компонент. Ну, научный, безусловно, но еще и этический. То да, да, надо вот именно в таких местах обучаться. Ну, психологии нужно учиться, и учиться долго. Да, нужно знать, кто такой Рубинштейн, его работы, да, понимать Фрейда, понимать, вот здесь я вижу, да, известных психологов, ученики, да, Рубинштейна, вот ваши коллеги. Последователи, да. Последователи. Вот сколько лет нужно учиться психологии? Да, я думаю, всю жизнь. Но здесь главное не это. А что главное? Главное не сколько. Главное, что учиться — это возвратный глагол. То есть учить себя. Вот если ты идешь в эту сторону, в сторону понимания человеческой психики, особенностей восприятия мира, понимания самого себя, других людей, то надо научиться учить себя. и постоянно этому учиться, понимаете. И мне кажется, вот это самое главное. Ученые, ну, Сергей Леонидович Рубинштейн, безусловно, это глыба, это человек, который, ну, я бы сказал, создал общую психологию как фундаментальное направление не только исследований, но и размышлений. Понимаете, вся идея субъектности, о которой мы сегодня говорим, кто есть субъект, почему на субъекта можно положиться, почему субъект несет ответственность за свои слава, действия, отношения, да, то вот началось, собственно, с работ Сергея Леонидовича, здесь вот действительно, и Андрей Владимирович Брушлинский, который очень многое сделал в этом направлении, и многие другие коллеги. Но сегодня, размышляя о субъектности, времена очень сильно изменились по сравнению с тем временем, когда творил Сергей Леонидович. Сегодня, во-первых, мы из эпохи неопределенности, которая началась с Христофора Колумба, перешли к эпохе неизвестности. В чем разница, вы спросите? Отвечу. Те люди, которые вместе с Колумбом выдвигались, они не знали, какими они туда прибудут, что произойдет с ними в пути, но они точно знали, что есть земля. Понимаете? Неопределенность состояла в том, что мы не знали, когда это произойдет, какими мы будем вообще. Но то, что есть земля, они точно знали. Сегодня никто не знает, что. Когда приходишь в книжный магазин, в частности, у нас в Казахстане, в Миломан, я вижу, что возле есть такой корнер психологии, эзотерика. Там всегда какое-то количество людей, скопления. Стоят люди. И я смотрю, какие книги сейчас покупают. Там нет Рубинштейна. Там Фрейд, конечно, есть. Там нет таких классических психологов, но есть современники наши, которые назвали себя психологами. Или, может быть, являются психологами. В Инстаграм сейчас очень много психологов, да? То есть в зависимости от того, как человек может себя раскрутить и подать себя, да? Но, честно говоря, читая эти книги, ты не понимаешь вообще ничего. Ну, то есть вот если здесь в МИП дают там базу, да? То есть ты должен просто изучать работу, да, там, реальных психологов, то вот то, что сейчас на рынке, и ты понимаешь, что это вот вообще к психологии настоящей не имеет никакого отношения. Ну, по моему мнению. Ну, не знаю, мы сейчас живем в эпоху, вы знаете, плюрализма, многих мнений, мультикультурализма, вот, и толерантности. Поэтому, ну, разные книги могут быть. Единственное, что, наверное, должна какая-то экспертная быть система, которая... Но нет никакой экспертной системы. Нет, она есть, по-своему есть. И я знаю многие редакции, которые, издательства, которые издают книги, я понимаю, что они между коммерческим успехом и содержанием находятся, они все время балансируют, они ищут этот вот на золотую середину, понимаете? И бывает, что вдруг авторы настолько хороши, что они и продаются хорошо, и сами по себе профессионалы. Но бывает и по-разному. Есть очень хороший автор, но не продается. То есть мысли, идеи все очень интересны, но не продается. И в этом смысле ведь есть большой театр, есть оперета, есть, ну, масса всяких возможностей, согласитесь. И выбор человека, это все-таки его выбор. Нравится ли мне это, мне в этом нравится что? Что люди читают. Это мне нравится. Что люди интересуются. И мне кажется, вот это является ключевым моментом. Содержательный контент это тема в том числе и психологического сообщества. И сообществу надо об этом заботиться, думать, решать каким-то образом. Но когда мы работаем со студентами, нам все равно важно, чтобы они на все основные фундаментальные закономерности понимали. Плюс, работая со взрослыми, я часто сталкиваюсь с тем, что речь идет о методологии и о контексте. Ну, я приведу вам пример. Хотите? Хочу. Смотрите. Был такой замечательный, не очень сильно известный французский генерал Юбер Леоте. О нем можно прочитать в Википедии, да где угодно. Впоследствии он стал маршалом. И после Танжерского мира 1912 года, когда Северо-Африки поделили между собой Франция и Испания, и Марокко стала протекторатом Франции, он возглавил экспедиционный корпус. Они вошли, Марокко, понятно, что было повстанческое движение, на них нападали повстанцы. И сразу после нападения, что они делали? Они прятались в ближайшей мечети. Французы входили, вынимали их из мечети, расстреливали, и шли дальше. Генерал заметил, что количество повстанцев увеличивается. И у него противоречие в голове. Как так? Я делаю, чтобы их было меньше, а их становится больше. Не кажется ли это странным? И тогда пришлось включить практическую психологию. Он сел, задумался, как рассказывает эта легенда такая, но она мне очень нравится. Он издал приказ, французским военнослужащим запрещено входить в мечеть. Парадокс? Парадокс. Практическая психология это наука парадокса. Что стало происходить? Продолжают повстанцы нападать, прячутся в мечети. Французы не могут ослушаться, приказ есть. Они не входят в мечеть. Что происходит дальше? Прихожане выводят этих людей вооруженных, говорят, это не наши, заберите их. Французы их забирают, расстреливают. Через два или три месяца все прекратилось. умение работать и понимать контекст это ключевое умение любого взрослого, зрелого человека. Не только генерала. Здесь дело даже не в том, что человек, я бы сказал так, практическая психология это психология культурного человека. Я тут сегодня со студентами Московского университета на Маховой мы сегодня обсуждали тему. Я говорю, ну вот ванкейс, хорошо, давайте попробуем решить. Это четвертый, пятый курс. Был такой замечательный совершенно, его можно назвать психологом, хотя он был доктор медицинских наук, Минсюн Горбов. Он готовил космонавтов. Первый отряд космонавтов он готовил. И нужно было выбрать, кто будет первым. Кто будет первым. Сергею Павловичу Королеву они вместе, конечно, пытались понять, кто же будет первым. И можно же идти по-разному. И люди обычно исходили из чего? Так, физические данные подходят, психическое здоровье подходит, а у них у всех. Да. Все ребята в первом отряде космонавтов были потрясающи в этом смысле. Что же остается? И у Сергея Павловича была особенность такая, по-видимому. он очень интересовался слабыми сигналами. Вот его интересовали слабые сигналы. И первый слабый сигнал, который он уловил, это я обнаружил через мемуары, через какие-то рассказы людей. Не то, чтобы было опубликовано, да, но мне это интересно, потому что это и есть практическая психология. И он уловил следующее. Гагарин был единственным, кто после центрифуги, представляете, какое давление, какие испытания для организма, единственным, кто после центрифуги Сергею Павловичу сказал, что не очень ему понравилось там. Он себе заметил. Потом ему важно было сделать такую вещь, показать всем этим вот участникам первого отряда, показать, какой будет спускаемый аппарат. Вот эту капсулу он их привез. Показать. Зачем он это делал? Отдельная тема, тоже отдельно обсуждаемая практической психологией. И он заметил, что Гагарин был единственным, кто снял ботинки. И дело не в том, что, почему он это сделал. Дело в том, что он это сделал. А Сергей Павлович обратил внимание. Понимаете? Вот эта вот тонкая особенность, она была характерна и для Горбова. Рассказывают историю, как подросток, сын Горбова не чистил обувь. Ну, представьте себе, полковник медицинской службы, профессор Горбов, серьезный человек, он приходит домой, он чистит ботинки, они должны быть блестящими, да? А сын вдруг этого не делает. Что делать? И вот я вбрасываю эту идею, говорю так, ребят, давайте придумаем, что мы посоветуем отцу, чтобы сын все-таки вот чистил обувь свою. Было всякое. Предложения самые разные. И вместе с ним чистить, и выбрасывать, и заплатить, что он почистит. И фотографии каких-нибудь красивых девушек, которые будут на него сукоризненно смотреть, что как же ты не чистишь. ход Горбова был совершенно, по-моему, потрясающим. Это вот ход практического психолога. Он ему почистил один ботинок. Понимаете, практическая психология, это ведь не придуманные, какие-то выдуманные истории. Это вот просто база, которую нужно просто изучить. Но надо быть очень внимательным, первое, к слабым сигналам, пониманию другого человека. Второе, учитывать контекст. Генерал учитывал контекст. И Горбов учитывал контекст. С двумя грязными ботинками можно выйти из дома. Но с одним грязным, другим чистым. Ну, по тем временам. Сейчас мне студенты говорят, сейчас можно. Я не знаю. Я не знаю. Можно, нельзя. Это уже другая эра, другая эпоха. Понимаете? Но в рамках своей эпохи ты точно должен понимать, где эти границы, где этот контекст. На самом деле, практическая психология, она же может облегчить нашу жизнь каждому. И усложнить одновременно. Ну, мне кажется, что все-таки облегчить. Если каждый человек на Земле будет понимать. В понимании облегчить. Да, в понимании облегчить. А в поведении усложнить. Потому что можно запутать. Смотрите. Вот здесь нет фотографии Владимира Петровича Зинченко. Совершенно потрясающей светлой памяти наш психолог, коллега, старший товарищ мой. С огромным уважением я к нему буду относиться всегда. Знаете? И вот как-то он на лекции сказал, что в чем отличие человека от всех остальных существ. Я начал искать. я начал искать у разных людей, в разных источниках, в разных книгах, встречаясь с разными людьми. Понимаете? Вот это первое, на что он меня навел, да? И первое, что он об этом сказал, это то, что человек никогда не ведет себя непосредственно. Он всегда опосредованно. Через паузу действует взрослый человек. Через паузу. И все воспитание человеческое, да, это есть обретение этой паузы, наполнение этой паузы. Ну, вам, как человеку с востока, я могу сказать, что такое сабр. Спокойствие. Спокойствие. Вот вы говорите, спокойствие. Я вспоминаю Михаила Борисовича Петровского, который как-то на встрече с творческой молодежью, ему задали вопрос. Михаил Борисович, вы такой большой специалист, вы столько всего написали, скажите, а есть какая-нибудь фраза, которая вам запомнилась надолго, и вы ее продолжаете думать? Какой-то молодой человек задал такой потрясающий вопрос. Михаил Борисович, мы же его знаем, он блестящий египтолог, он великолепный знаток Корана, вот, и он говорит, есть такая фраза одна, сабр джамили, он сказал, то есть, и перевел тут же, что терпение прекрасно. сабр, мне ближе ваша точка зрения, это нетерпение, это спокойствие, это спокойная уверенность, это работа с паузой, это работа со своим, со своим я, вот эта работа, она и есть, по сути, воспитание, образование и развитие, понимаете, и в этом смысле тяжело, почему я говорю в поведении тяжело, ну, конечно, тяжело преодолеть непосредственность, мы иногда говорим, спонтанность нужна, стихийность нужна, ну, вот, и сюда же, где я обнаружился, я не могу сказать, на кого сослаться, не знаю, но Владимир Петрович запустил у меня этот процесс, я стал собирать, как коллекционер, вот мне очень нравится, знаете, еще какая фраза, отличающая человека от всех других живых существ, человек может сделать шаг назад, чтобы кого-то пропустить, можно выдрессировать животное, умное животное, делать шаг назад, но это будет дрессировка, у человека это должно происходить или происходит в связи с тем, что он человек, понимаете, когда это получается, вот в этом и состоит, ну, мудрость практической психологии, вроде бы, понятная вещь, но сложно сделать, Тахир Юсупович, я сейчас думаю, какую тему мне выбрать для своей научной работы, и хотела с вами посоветоваться, и вообще предложить вам быть моим научным руководителем, но мне хочется выбрать тему, которая сегодня актуальна, потому что мы говорим о практической психологии, и я вот, если говорить о нашем времени, о нашей эпохе, то сейчас время социальных сетей, я активно, достаточно активно, да, ежедневно в Инстаграм, Фейсбук, Телеграм и Ютуб, и вот то, что я, например, публикую в Инстаграм, я знаю, какая там аудитория, да, я знаю, что она лояльна, что она более позитивна, да, там, Фейсбук, все политизировано, я вот с вами дружу в Фейсбуке, с вашей дочерью Гули Базаровой дружу, то есть там нужно всегда, там не пойдут, да, вот эти фотографии, которые я в Инстаграм запостила в красивом розовом платье, да, и написала, какой прекрасный день, Фейсбук, это не прокатит, да, Фейсбук, нужно там кого-то ругать, быть недовольным, политикой, властью, и Ютуб, да, в Ютубе, на самом деле, вот мы сейчас тоже делаем с вами контент для Ютуба и для умного зрителя, да, для интеллектуального зрителя, который хочет узнать больше о психологии, но вот во всех социальных сетях очень много негатива, я знаю, что вот, допустим, в Корее люди просто идут и заканчивают жизнь, там, под поезд бросаются, да, вешаются, в Корее, в Японии, потому что они не выдерживают, да, столько негатива, иногда, когда ты читаешь столько негатива о себе, да, на самом деле, какой, каким бы ты, сабра не помогает, да, то есть ты вот, я не говорю сейчас о себе, но что вот ты можешь быть покойным, как озеро Кома, да, но тебя все равно это будет где-то терзать. Мы все в социальных сетях, наши дети, ваши внуки, да, вот как выжить человеку? Я вот думаю, может быть, на эту тему даже написать диссертацию? На тему, как выжить? Как выжить в социальных сетях. Ну, здесь, вы понимаете, с одной стороны, социальная сеть, это безусловное благо, потому что возникла, возник новый тип коммуникации. Да. Мы знали, какие, какой тип коммуникации? Мы знали, межличностная коммуникация. Вот вдвоем, там, втроем, семь человек, ну, вот межличностная. Личный контакт, личное знакомство, возможно, даже то, что сейчас называют биохимия, какая-то должна произойти, потому что должна быть симпатия, да, к человеку, и так далее. Второе, мы знаем, что такое массовая коммуникация. Когда мы не знаем, какое количество людей, вот за экраном, еще где-то, будет вот это все видеть, слышать, в каком они будут состоянии, что их будет беспокоить в этот момент, или наоборот радовать, мы этого не знаем. Но, тем не менее, какое-то содержание, или как сегодня принято говорить, контент мы передаем. Мы живем в мире появления нового типа коммуникации. Масштабной коммуникации. Масштабная коммуникация, которой никогда в истории человечества не было. А именно, когда ты одновременно знаком с тысячью, лично знаком, с тысячью, там, десятками тысяч человек. Лично или только онлайн? Лично имеется в виду онлайн, это тоже лично. Понимаете? То есть ты в контакте находишься с этими людьми. Каждый день. Другое дело, что опосредованно сетями, преодолевая дистанцию, преодолевая расстояние, преодолевая время. Понимаете? Это другая совершенно история. Такого не было никогда в жизни. Понимаете? Что здесь происходит? Конечно, мы уже отмечаем зависимости, которые возникают. Мы уже отмечаем то, что лайки, дизлайки там и так далее оказывают огромное влияние. Человек не... Он что-то, как вы говорите, запостил, вот, и он в ожидании. Он сидит, ждет, когда же будут лайки. Сколько их сегодня? А если дизлайки, человек вообще может тоже... Представляете? Да. То есть это становится реальностью. Это реальное его ощущение. Но во все времена человек через что справлялся с подобными ситуациями? Такие ситуации были. Даже у великих. Вспомните, как шельмовали Бориса Пастернака в свое время. Было очень много. И сейчас есть то же самое не в сети. когда людям объявляют бойкот или людей травят. И мы знаем прекрасно, что такое моббинг, что такое буллинг, что такое боссинг и так далее. Это явления реальные. Они не сетевые, они контактные явления. Что тогда дело человеку? Ну, Федор Михайлович Достоевский говорил, что у человека должно быть что-то, какое-то приятное воспоминание из детства, которое позволит справиться. Почему? важны детско-родительские отношения. Почему важно обратиться к детству сегодняшнего ребенка и создать условия, как, ну, если угодно, своеобразный запас прочности, что ли, запас прочности эмоциональной, прочности душевной. Не побоюсь этого слова. Мы перестали думать о душе. А ведь душа болит, да, на душе кошки скребут. Значит, где-то есть это место. Что это за место такое? Как любит говорить Борис Сергеевич Братович, где-то оно есть. И этим мы и занимаемся. Надо найти это место. Надо помочь этому месту. Надо поддержать это место. И, когда вы говорите диссертационное исследование, ну, всегда нужна проблема. Понимаете, научное исследование, это всегда, оно всегда начинается с какого-то противоречия, с поиска этого противоречия. Если говорить о сетях, то... Нет, зачем люди меня смотрят, читают и хейтят? Обратите внимание. Вот я удивляюсь. Я всегда думаю, ну, просто отпишитесь. Это же интересно. Нет, зачем себя мучить, смотреть интервью? Они не мучают, они смотрят интервью. Даже вот сейчас они могут смотреть интервью. Да, и в конце написать пакость. И не исключают. Они что-то получают в интервью. Да. Они досматривают до конца при этом. Они же не только получают вот то, что мы с вами сейчас обсуждаем. Потому что, если то, что мы с вами обсуждаем, является темой, которая кого-то беспокоит сейчас, вот в данный момент, понимаете, его лично беспокоит, то он бы искал ответы на свои какие-то вопросы, на свои проблемы. А почему, не знаю, почему ребенок, мой ребенок, и поступает не так, как вот я ожидаю от него. Не то, что как я хочу, как я ожидаю. Понимаете, вот почему так происходит? И это научная проблема в каком-то смысле. Понимаете, потому что мы психологи исходим изначально из того, что у ребенка безусловная любовь к родителям. Тогда мы спрашиваем себя так, есть ли это безусловная любовь, почему причиняют боль? Есть ли у меня безусловный интерес к тому, что здесь происходит, что происходит со мной в конце? Понимаете? Если все, что здесь обсуждается, вполне удовлетворяет мою познавательную потребность. Мне интересно, я понял, да, я себе отметил что-то, может быть, даже законспектировал. Так, я буду об этом думать, и оно когда-нибудь вызреет, во что-то превратится. Да? То одно, одна история. Если я сейчас слушаю вот то, что происходит, и пытаюсь сам сесть либо в то кресло, либо в это кресло, и я на самом деле не слушаю, я говорю вместе с теми, кто сейчас здесь находится. И у меня всегда ощущение, кстати говоря, это нормально, что я бы сказал об этом лучше. Я бы лучше задал вопрос, чем Динара. Я бы лучше ответил, чем этот профессор. Потому что у меня есть свое представление. Я его хочу предъявить. Но меня здесь нет. Поэтому в конце я что делаю? Я понимаю, что было плохо все. Было все плохо, потому что меня там не было. А что это? В каком смысле? Ну что это за... Это когнитивный диссонанс. Да. Конечно. Это рассогласование между моими представлениями о самом себе и тем, что есть на самом деле. И я могу снять, я могу снять это противоречие. Но что я могу сделать? Я могу заняться этой темой и попробовать эту тему развернуть и предъявить другое понимание. Понимаете? Но при этом очень много людей, которые критикуют, пишут гадости. И продолжают смотреть. И иногда просто, конечно, вот я читаю не только у себя на YouTube-канале, но у многих блогеров, кто пишет интервью, унизительные слова. И проклятие даже иногда читаешь. И вот ты просто удивляешься. Конечно, я понимаю, что люди думают, что они несут никакой ответственности. Но на самом деле ведь несут. У нас, кстати, в Казахстане сейчас это стало тенденцией. И они же это не анонимно делают? Или анонимно? Кто-то делает от своего лица. Вот я недавно видела в Фейсбуке. У нас женщина одна в инвалидном кресле. Она опубликовала пост. И какой-то парень написал ей, что она, скорее всего, врет, что она не может ходить, что она инвалид. И еще там написал не очень приятные слова, что бы он еще сделал бы с ней, с ее ногами. И она просто сделала скрин, подала на него в суд и выиграла его. То есть люди еще не понимают, что они несут ответственности в социальных сетях. Им кажется, что это такое безнаказанное пространство. Видимо, когда человек знает, что он останется безнаказанным, он может делать что угодно. Кстати, вот здесь научную тему я чувствую. Чувствуете? Вот здесь есть. Потому что смотрите, что произошло. Было время, когда достаточно было муляжа камеры, вот просто показать муляж камеры, и толпа рассеивалась. Это было время, когда любая персонификация, понимаете, определяла какой-то уровень контроля. Было такое время. А когда это было? Это было до площади Тахрир, помните, в Египте, в Каире. Какая у них революция какая-то у них была своя, египетская, первая революция. Там стало все наоборот. Все наоборот шли к камерам, все хотели показать себя в камеру, и считали, что вот это и есть мое проявление. Я не скрываю своего лица. То есть эпоха анонимности, она завершилась и началась эпоха предъявления самого себя. Понимаете? И вот самое интересное, что предъявляя самого себя, я начинаю думать, что мне сказать. понимаете? А что я могу сказать, кроме того, что у меня есть? Я ничего другого не могу сказать. Даже я могу выучить наизусть какие-то слова. Но ничего другого нет у меня. Понимаете? В этом особенность психологии. Вот за, ну как сказать, был такой замечательный совершенно мой старший товарищ, профессор Шихерев Петр Николаевич, светлая ему память, он мне где-то там, не знаю, в 80-е что ли годы объяснял. Говорит, ты понимаешь, в чем разница между имиджем и репутацией? Я говорю, нет, в чем? Ну, я догадываюсь, что есть, но мне очень интересно всегда была его точка зрения. Говорит, понимаешь, имидж это типа, вот знаешь, у женщин макияж есть, это вот типа макияжа, а репутация это естественный цвет лица. это вот то естественное, что всегда с человеком. Это не смыть нельзя, не заменить нельзя ни на что. Поэтому вот ты имей в виду, что это как бы разные реальности, разные сущности. Что-то есть искусственное, которое специально сделано для того, чтобы предъявить нечто, то есть другому передать нечто. Я не говорю, что это плохо, это может быть и хорошо. Я хочу сделать что-то приятное человеку. Но это искусственная штука. Репутационная история, это история твоей жизни, это история того, что ты делал. История твоих отношений с людьми, Отношений, поступков. Понимаете? Поэтому, когда говорят, что благими намерениями вымощена дорога в ад, да, действительно, это серьезные книги, вечные книги из лечения. Но, смотрите, но никто там не сказал, а как все-таки в рай попасть? Как? Про ад сказали. А про рай не сказали. Теперь тебе надо самому додуматься. Значит, видимо, не этим путем. Не через благие намерения, а через какие-то достойные поступки ты можешь попасть. Но это ты уже вступаешь в диалог, и тебе не написали про это, а ты про это понял сам. вот это очень важно, что когда вы говорите про коучинг, да, коучинг в этом и состоит. Тебе не говорят, что ты должен сделать, тебе говорят, что вот, да, в ад можно попасть вот так. И вы включаете свое собственное представление и сами доходите до того, слушай, так оказывается, вот как в рай надо попасть. Теперь надо понять, что такое поступок. Как поступать так, чтобы у тебя были поступки. Люди устают все время коммуницировать, быть приятным. Мне кажется, люди устают всегда постоянно совершать только хорошие поступки. Да, то есть абсолютно нормально же, когда люди иногда ошибаются и совершают плохие поступки, да? Смотрите, это разные вещи. Это разные вещи. Ошибка, да, ошибка и плохие поступки, это разные вещи. Ошибки, я считаю, что ошибки, это вообще основа успеха. Ошибка. Если она реализована в ходе какого-то твоего искреннего намерения чего-то достичь, решить какую-то задачу, то чем больше ошибок ты проанализируешь, тем лучше, ну, я часто со студентами мы вспоминаем эти бесценные слова Александра Сергеевича Пушкина. Помните, стихотворение без названия? Сколько нам открытий чудных готовят. Он начинает перечислять просвещение дух и опыт сын ошибок трудных и гений парадоксов друг и там еще последняя строчка ее не было на экране очевидного невероятного в телевизоре, поэтому ее меньше знают и случай бог изобретатель говорит Пушкин. Вот мы часто одну из этих строк просто рассматриваем и недавно вот в воскресенье здесь это делали рядом в аудитории. Опыт сына ошибок трудных. Вот это очень интересно. Вот задуматься. Да? Все зашифровано в одной фразе. Опыт берется через ошибок. Да. Но трудных. То есть обретенных в труде. А труд это моя собственная не навязанная кем-то. Моя собственная активность. Вот если ребенок реализует свою активность и ошибается это классно. Вместе с ним мне не ругать его надо а извлекать уроки из этих ошибок. Иначе у него не будет желания эту активность проявлять дальше. Понимаете? Так и здесь. Тахир Степович, еще одна тема, которая меня интересует и на которую я вот думаю, да, тоже можно было написать научную работу это отношения родителей и детей. Потому что это волнует абсолютно всех и особенно сейчас. Если приходишь к психологу и начинаешь копаться в каких-то взрослых своих проблемах они тебя возвращают в детство. То есть ты понимаешь, что где-то твои родители допустили ошибку. В итоге мне кажется хоть как не воспитывай, все равно твоему ребенку будет что рассказать психологу. То есть ты не знаешь реально как вообще воспитывать и это тоже такая тема, которая будет актуальна всегда. И учитывая, что на эту тему мало вот прям профессиональных работ, эта тема была бы тоже актуальна. Да. Думаю, да. Мне кажется, это вечная тема. Это вечная тема. И она очень благородна. Лучше, чем хейтеры в Ютубе. Она действительно очень интересная и главное, что она важна для всех. Это правда. Я в этой связи, пока вы задавали вопрос, у меня несколько таких ассоциативных метеоритов проскочило. Да. Метеорит номер один с продолжениями разными. Значит, я вам говорил о том, что у московского университета есть филиал в Ташкенте. Вот. И как-то туда поступает мальчик после школы из даже не областного центра. Это Чуст, небольшой городок. Можно сказать, сельской местности, можно так даже сказать. Хотя Аришер Бурханович Усманов, по-моему, оттуда родом. Но, тем не менее, это маленькое место, очень населенный пункт, небольшой. Не какой-то полюс и так далее. Вот он поступает. Не Ташкент, в общем-то. Не Ташкент, и даже не Кокант, и не Самарканд. И поступает мальчик к нам на прикладную математику. Сложнейший вступительный экзамен по математике сдаёт на 10 баллов из 10. Слушайте, это просто сенсация. Это сенсация. И дальше у него, правда, было не очень хорошо с русским, английским. Не очень хорошо. И, в общем, получается, что ему надо было идти на контракт. И ко мне представители молодежной организации обращаются, говорят, вы знаете, здесь такой талантливый мальчик, надо что-то придумать, как-то вот надо помочь с контрактом и так далее. А я говорю, а где мальчик? А он вот с мамой, они ходят ищут спонсоров. Прекрасно. Говорю, давайте вместе с мамой я заодно познакомлюсь. Мы встречаемся, садимся пить чай. Я смотрю на маму, ну, действительно такая сельская женщина. немножко с таким взглядом, правда, не то, чтобы вот совсем уж одомашненный такой взгляд, понимаете, взгляд с интересом, взгляд небоязливый, открытый. Я к ней обращаюсь абсолютно искренне. Я говорю, скажите, что вы сделали, что воспитали такого мальчика? Я говорю, я не знаю, что там будет дальше. Для меня 10 баллов по математике это уже Нобелевская премия. Что вы сделали? И она говорит совершенно неожиданная вещь. Знаете, когда он стал говорить, у него было очень много вопросов. И я почему-то решила на все его вопросы отвечать. Вот он задает вопрос, я оставляю все, чем занимаюсь, отвечаю на его вопросы. Вопросы стали более сложными. Я говорю, подожди, сынок, я сбегаю к соседям, узнаю ответ, прихожу, отвечаю. Потом стало еще сложнее, соседи уже не могут отвечать. Я пошла в библиотеку, записала, взяла энциклопедии. Вот его вопрос, я тут же, значит, все бросаю, открываю энциклопедию, отвечаю. Понимаете, вот для меня вот это был фантастический совершенно урок. Дело ведь в чем? Дело не в том, что знания свои я передаю, или... Это тоже важно. но это все равно вторично по отношению к тому, что для ребенка ценным становится его вопрос. Вопрос-то внутри рождается. Это же его, это часть его вопрос. Когда родители, я понимаю, тяжело у них, много дел, забот, надо зарабатывать на жизнь. Они говорят, завтра я тебе отвечу, или еще хуже того, отстань со своими вопросами. Погугли. Дело в том, что... Не, вместе с ним погуглить это одна история. А просто разорвать контакт, он стремится к контакту. И его вопрос возникает же не в воздух, а к маме. Понимаете? Конкретной маме. И удовлетворение этого вопроса, да, вопрошание с ума, это и есть контакт. Самое главное не потерять этот контакт. Этот контакт это важнейшее, на мой взгляд, вещь. И мне кажется, большое лукавство, не знаю, слышали вы такое или нет, когда в дни рождения люди поднимают бокалы, говорят, мы хотели бы, чтобы вы гордились своими детьми, вот чтобы... Это огромное лукавство. На самом деле, если уж поднимать бокалы и произносить тост, то за то, чтобы дети гордились вами. Вот если дети будут вами гордиться, вы выберете правильный путь и воспитание, и чувствование самого себя, и у детей будет возможность не обращаться к психологу по поводу своих проблем с родителями в прошлом. Ну, меньше будет. Все равно будут, конечно. Но почему, вот вы так что сами до этого отметили, что дети, безусловно, любя своих родителей, могут причинять им самую острую боль? Очень хороший вопрос. Это вопрос, на который, я думаю, долго придется отвечать. Ответственность здесь, безусловно, родителей. Потому что ответ всегда. Если что-то не так с ребенком, задай себе вопрос, что ты не так сделал? Субтитры сделал DimaTorzok